Наполеон Хилл Слова, которые превратятся в деньги Читает Игорь Гмыза Наполеон Хилл обычно составлял лишь краткий план своих речей, умещавшийся всего на одной странице. Хотя большинство этих заметок сохранилось до наших дней, мы не можем точно представить себе, что же он говорил на самом деле. Поиски опубликованных выступлений моего деда заняли у меня много лет. И когда я, наконец, обнаружил одно из них, эта находка оказалась настоящим чудом. Это была стенограмма на пустынной речи на вручении дипломов, которую Наполеон произнес в 1922 году в колледже Селем, в настоящее время университет Селем Интернешнл. Она была опубликована в местной газете под названием «Страна грез». Копия этой публикации хранилась на микропленке в архивах колледжа. Ее пришлось увеличивать в несколько раз, чтобы разобрать отдельные слова, а текст был так размыт, что на его восстановление у меня ушло очень много времени. «Я пословно диктовал его своей супруге, так как в одиночку не смог бы справиться с ним». Наполеон любил повторять, что нет худа без добра, и превратности судьбы часто ведут к успеху. В этой напутственной речи он показывает, как многочисленные провалы в его карьере стали теми поворотными моментами, которые привели его к безграничным возможностям. То есть любое падение – это всегда подготовка к будущему взлету. Он связывает свои успехи, следующие за неудачами, с привычкой выходить за рамки своих обязанностей. Эта черта явилась предвестником двух его принципов успеха – учиться на своих неудачах и прикладывать дополнительные усилия. Наполеон произнес в 1922 году эту речь в Селеме, Западной Виргинии, недалеко от родового имения своей первой жены Флоренс в Ламберпорте. Несмотря на то, что в то время он являлся издателем и редактором собственного журнала «Наполеон Хиллс Мэгазин» и успех сопутствовал ему во всем, молодому человеку все равно приходилось доказывать своей семье собственную значимость. Многочисленные провалы Хилла в бизнесе за 12 лет несколько ухудшили отношения близких к нему. И эта напутственная речь была для Наполеона Хилла возможностью реабилитироваться, снова заслужить уважение жены, семьи и друзей. И на этот раз ему это удалось. Его голос завораживал слушателей. Он использовал рассказ о своих личных неудачах, чтобы продемонстрировать возможности преодоления жизненных трудностей. Впоследствии эта речь была признана величайшим выступлением в этом округе штата. «Я послал копию этого выступления генеральному директору фонда Наполеона Хилла Дону Грину. Он предложил издать его в рамках отдельной книги и принялся искать в архивах фонда дополнительные материалы. За пару лет он обнаружил еще несколько речей и статей, которые и вошли в настоящее издание. Одна из статей, этот изменчивый мир, была случайно обнаружена за каминной полкой в доме, где Наполеон провел детство. Статья была написана в годы Великой депрессии, предположительно в 30-х годах прошлого века. Когда разразилась Великая депрессия, Наполеон жил с родственниками своей первой жены, которые обеспечивали его стабильной работой. Однако для него согласие на эту работу означало собственный провал. Поэтому в марте 1931 года Хилл сделал то, что было ему так необходимо. И что явилось, пожалуй, самым необычным решением его ситуации. Он бросил свою налаженную работу и отправился в Вашингтон. На тот момент Наполеон обладал внушительным багажом несостоявшихся бизнес-проектов. Его решение совершить еще одну попытку, чтобы, наконец, добиться успеха, было основано исключительно на вере в собственные силы, которая все еще теплилась в нем. Статья, найденная за каминной полкой, свидетельствует об этой вере и объясняет нам, зачем Наполеон оставил семью и спокойную жизнь, уехав в Вашингтон в разгар Великой депрессии. Этот изменчивый мир также отвечает на многие часто задаваемые вопросы, касающиеся религиозных взглядов Наполеона. Кроме того, Дон обнаружил две копии одного из самых ранних выступлений Наполеона. Что я узнал, пообщавшись с десятью тысячами человек. Одна из них хранилась в архивах фонда Наполеона Хилла, а другая была опубликована в журнале «Современные методы» в феврале 1918 года. Наполеон написал эту речь, когда работал деканом в университете Джорджа Вашингтона. В настоящее время колледж управления Брайант и Стратон в Чикаго, где он позднее стал ректором и руководителем отделения продаж и рекламы. В этой речи Наполеон упоминает пять необходимых элементов успеха. Уверенность в себе, энтузиазм, концентрация, составление четкого плана и привычка выходить за рамки своих обязанностей. Она поясняет раннюю концепцию Наполеона относительно трех базовых принципов успеха – энтузиазм, контролируемое внимание и приложение дополнительных усилий. Хотя Наполеон понимал и важность идеи о сверхразуме своего учителя Эндрю Карнеги, он, однако, не упомянул об этом в данном выступлении. Осмелюсь предположить, что эта идея не подходила для аудитории будущих специалистов по продажам, которые стремились найти свой индивидуальный путь к успеху. В конце 1952 года Наполеон оставил свою вторую жену Энни Лу в Калифорнии, а сам в течение года работал над различными проектами со своим партнером Уильямом Климентом Стоуном. В частности, они вместе прочитали серию лекций в разных городах США, во время которых Стоун объявлял Наполеона основным спикером. Дон обнаружил аудиозапись одной из них «Создатель необыкновенных людей» и расшифровал ее для данного издания. Возможно, это выступление является его самой интересной находкой, так как оно представляет собой чистую импровизацию. Находчивость и невероятное ораторское искусство Наполеона Хилла завораживают слушателей с первых же слов. К середине 1950-х Наполеон уже был широко известен в США как талантливый оратор. Его лекции транслировались по радио и телевидению, а Тихоокеанский международный университет присудил ему почетную степень доктора филологии. В 1957 году колледж Сейлем вновь пригласил его прочитать напутственную речь выпускникам, а заодно вручил ему вторую почетную докторскую степень. На тот момент идеи Наполеона об успешной карьере трансформировались в четкие и конкретные принципы. Вместо чтения лекций о пяти необходимых элементах успеха он упоминает в своей речи пять важнейших правил. Интересно отметить, что по прошествии нескольких десятилетий из оригинальных пяти составляющих успеха Наполеона, озвученных в 1922 году, остался только принцип приложения дополнительных усилий. Остальные были заменены другими положениями сверхразум, точная постановка цели, самодисциплина и истинная вера. Хотя все выступления и статьи в этом издании представлены независимо друг от друга, в ретроспективе они показывают, как эволюционировали идеи Наполеона, образуя единую всеобъемлющую философию успеха. Все материалы, собранные в этой книге, в своей совокупности, действительно имеют гораздо большее значение, чем по отдельности. Введение Дон Грин Наполеон Хилл родился 26 октября 1883 года. В его свидетельстве о рождении указано «Оливер Наполеон Хилл». Однако позднее он опустил имя Оливер еще до того времени, как стал известным автором. В детстве ничто не предвещало ему ни достойной карьеры, ни тех высот, которых Хилл добился в своей жизни. В биографии Хилла «Жизнь, полное богатств» округ Уайс 1880-х годов, где он вырос, представлен изолированным от прогресса, захватывающего стальную территорию страны. Продолжительность жизни здесь была кратка, детская смертность высока, и десятки тысяч деревенских жителей Виргинии страдали от хронических заболеваний, от малярии до пилагры, болезни, вызванные неполноценным питанием. Большинство школ Виргинии в 1880-х годах находилось в ужасном состоянии. Начальные школы были открыты примерно 4 месяца в году, и их посещение не было обязательным. На тот момент в штате было менее 100 средних школ, и их программы были рассчитаны в основном на 2 или 3 года. Лишь 10 средних школ штата предлагали 4-летнюю программу обучения. На момент рождения Хилла древесный уголь уже использовался для отопления, но повсеместно торговать им начали только в 1890-х, а без регулярного теплоснабжения заниматься сельским хозяйством на каменистых и холмистых территориях юго-западной Виргинии было практически невозможно, и многие семьи перебирались в города в поисках работы, обеспечивавшей более высокий заработок. Основной пищевой культурой была кукуруза. Ее использовали в пищу, из нее же готовили домашние виски. Его производство было основным занятием местных жителей, так как виски был одним из немногих продуктов, которые можно было продать за наличными. Впоследствии Хилл не без оснований утверждал, что его штат был знаменит тремя вещами – кровной местью, домашними виски и необразованными жителями. В архивах фонда Наполеона Хилла хранится его неопубликованная автобиография, в которой есть такие строки. На протяжении трех поколений жители Виргинии пытались бороться с бедностью, невежеством и безграмотностью. И в итоге умирали, не имея возможности побывать нигде, кроме своих родных гор. Вся их жизнь была связана с землей. Все деньги, которые они зарабатывали, появлялись от продажи кукурузы, превращенной в виски. У них не было железных дорог, телефонов, электричества и даже приличных автотрасс. Примечания. Цитаты и реальные истории, приведенные здесь, взяты из архивов, воспоминаний, комментариев, писем и других достоверных источников, хранящихся в фонде Наполеона Хилла. Хилл, как и многие, искренне восхищался состоятельными людьми, такими как Эндрю Карнеги, который на тот момент был, вероятно, самым богатым человеком в США, и Томасом Эдисоном, который подарил миру электрическую лампочку. Тем не менее, в отличие от рядовых поклонников сильных мира сего, Хиллу удалось лично встретиться со многими состоятельными и влиятельными людьми Америки того времени. Обреченный стать знаменитым Хилл был обречен стать знаменитым, о чем свидетельствуют сотни его цитат. Вот одно из самых известных его высказываний. «Любое поражение – это всегда подготовка к будущему успеху». Этими словами можно охарактеризовать раннее детство Хилла. Его отец, Джеймс Монро Хилл, женился на юной Саре Блэр, когда ему самому исполнило всего 17. Оливер Наполеон был старшим ребенком в семье, а вскоре родился его младший брат, Вивьен. Мать Хилла умерла, когда тому было всего 9 лет. Потеря матери в столь раннем возрасте была серьезным ударом для мальчика, однако судьба хранила его. Через год Хиллу несказанно повезло с мачехой. Марта Рэйми Беннер, вдова директора школы и дочь ученого-физика, имела на мальчика, пожалуй, большее влияние, чем кто-либо еще. Позднее, вспоминая слова президента Авраама Линкольна, который тоже был воспитан мачехой, Хилл отметил, «Всем, чего я достиг и к чему стремился, я обязан этой прекрасной женщине». Марта привела в дом трех своих детей от первого брака и взяла на себя заботы о детях Джеймса. Она уговорила своего нового мужа открыть новые почтовые отделения и начать заниматься торговлей, а также участвовала в создании консервативной баптистской церкви трех ручьев. Наполеон Хилл активно посещал эту церковь, и это значительно повлияло на его дальнейшую судьбу. Именно там он впервые увидел, как проповедники вдохновляли и мотивировали прихожан с помощью своего ораторского искусства. А мы знаем, что Хилл сам стал известен благодаря своему дару убеждения и умению завоевывать аудиторию. Когда ему было одиннадцать, мачеха убедила Наполеона в том, что ему нужно стать писателем. Марта сказала ему, «Если ты посвятишь столько же времени чтению и сочинительству, сколько ты сейчас тратишь на всякую ерунду, то ты непременно станешь уважаемым человеком в нашем штате». Через год мачеха уговорила мальчика обменять его пистолет, которым он так гордился, на пишущую машинку. В то время эти устройства еще не получили широкого распространения, но Марта знала, как обнадежить озорного мальчишку. «Если ты научишься управляться с ней так же, как ты стреляешь из пистолета, то ты станешь богатым и знаменитым, и тебя будут знать во всем мире». Хилл много читал и не понаслышке знал о том, что великие писатели могли достигнуть мировой славы, которая продолжалась и после их смерти. Даже в столь юном возрасте Хилл сумел оценить мудрость мачехи и ее невероятную проницательность, вслед за ней поверив в свои силы. Именно благодаря стараниям Марты он изменил свои взгляды на жизнь. Позднее Хилл часто повторял изречение – «Человеческий разум может достичь всего, что он только способен понять и постигнуть». Когда мальчику исполнилось 13, он пошел работать на шахту, зарабатывая 1 доллар в день. Мало того, что это была тяжелая, грязная и неквалифицированная работа, реально Хилл зарабатывал всего 50 центов в день, остальное уходило на его проживание и питание. Он не собирался связывать свое будущее с профессией шахтера, но эта работа убедила его в том, что он вполне способен достичь большего, работая головой, а не руками. В 15 лет Хилл поступил в двухгодичную среднюю школу «Глейдсвилл» и ушел с работы, хотя это было для него трудным решением. После средней школы Хилл вернулся домой и поступил в бизнес-колледж, годовая программа которого предполагала изучение стенографии, машинописи и бухгалтерского учета, навыков, необходимых в работе секретаря. После окончания бизнес-колледжа 17-летний Хилл предложил свои услуги Руфу Эйрису, преуспевающему юристу и главному прокурору штата Виргиния. Эйрис действительно обладал многими талантами, он разбирался не только в юриспруденции, но также был весьма сведущ в лесозаготовках и угольной промышленности. Хилл решил обратиться к Эйрису, так как он всегда восхищался богатыми промышленниками и коммерсантами, мечтая когда-нибудь также оказаться в их рядах. Хилл написал Эйрису письмо, в котором изъявил свою готовность работать на него. В частности, он выдвинул следующее предложение. Совсем недавно я окончил бизнес-колледж и считаю себя достаточно квалифицированным, чтобы приступить к работе в качестве вашего секретаря. Для меня было бы большой честью получить эту должность. Не имея никакого предыдущего опыта, я понимаю, что поначалу эта работа будет значить для меня самого гораздо больше, чем для вас. И я готов заплатить вам за эту привилегию. Вы можете назначить любую сумму, которая покажется вам достаточной, и по истечении трехмесячного испытательного срока я начну возвращать ее вам. Сумма, которую я должен буду вернуть вам, будет вычтена из тех денег, что вы будете платить мне, когда я начну зарабатывать. Работа на Эйриса полностью устраивала Хилла. Он стал носить приличные костюмы, приходил в контору рано, а уходил поздно. Его старания, несомненно, окупились, и теперь мы можем легко увидеть, как инициатива и готовность прикладывать дополнительные усилия принесли пользу будущему бизнесмену в самом начале его карьеры. Поработав на Эйриса, Хилл решил стать адвокатом. Он убедил своего брата Вивьяна поступить на юридический факультет Джорджтаунского университета, заявив, что сможет оплатить и его обучение работой репортера. Однако Наполеон, в отличие от своего младшего брата, учебу не закончил. Одно журналистское задание перевернуло всю его жизнь, определив его истинное призвание. В разгар финансового кризиса 1908 года Хилла попросили взять интервью у промышленного магната Эндрю Карнеги для журнала «Боб Тейлорс Мэгазин», владельцем которого являлся Роберт Тейлор, губернатор штата Теннесси и член Сената. Редакция журнала обратилась именно к Хиллу, так как он считался специалистом по рассказам об успешных личностях. Сам же Хилл был очень рад вновь применить свои журналистские таланты, которые помогали ему писать статьи для местных газет во времена его юности. Редактор субтитров А.Семкин